Когда разбираешь каракули, мурашки по коже. Документ подлинный, привезен из командировки на Северный Кавказ. Теперь это экспонат только что открытого музея Ярославского ОМОНа. Смотреть на это все очень больно и до слез обидно. Не то что до слез. В общем, не знаю даже как сказать. Открытие музея приурочено к скорбной дате. Каждый год в августе вспоминают погибших при исполнении сотрудников. В память о них проводится Кубок Героев. Соревнования среди силовиков проходят на базе Ярославского ОМОНа. Каждый год укрепляется ваш боевой дух. Всех участников соревнований. Поэтому и сегодня хотелось пожелать вам интересной, хорошей соревновательной борьбы. Войска Национальной Гвардии, как и другие правоохранительные силовые структуры, занимаются обеспечением безопасности общества и граждан стране. Борются с терроризмом и экстремизмом. К сожалению, эта борьба не обходится без потерь. Близкие погибших и ветераны Росгвардии – почетные гости. Они участвовали в создании экспозиции музея. Среди экспонатов немой свидетель страшных событий. Фактически кровавый прескурант. Из приказа понятно – за убитого российского рядового давать 20 баранов. За офицера – от 50 до 100 баранов. В 1994 году мы пришли на базу. У нас должна была быть смена. И нам сразу же с утра сказали, ребята, все, собираемся. Вечером выезжаем в командировку. Вроде как ошарашили, но с другой стороны все уже немножко морально были к этому готовы. Ярославские бойцы регулярно выезжали в командировки на Северный Кавказ. Трое из них – Александр Селезнев, Сергей Сниткин, Игорь Серов – герои России. Посмертно. Последний погиб на глазах Владимира Чупина у села Чабан-Махи. Прапорщик милиции накрыл своим телом гранату. Ну, я видел гранату. Крикнул «Граната». Все так, что буквально доля секунд. Слышал «Граната». Он на нее и все. Взрыв. Столб дыма. У мужики все. Мне конец. Во время самих соревнований страсти кипят. Никто не хочет выступать. На дистанции нужно демонстрировать не только скорость и ловкость, но и силу. Это ящик для боеприпасов. Конечно, сейчас внутри никаких патронов нет. Его просто набили чем-то тяжелым. Когда берешь в руки, мышцы сразу забиваются, спину подтягивают. Участникам предстоит с такой тяжестью в руках преодолеть несколько метров. Причем перепрыгнуть вот этот ров с водой. На дистанцию выходят не только мужчины, но и девушки. За соревнованиями наблюдают кадеты. О подвигах ярославских бойцов знают и помнят. Для ребят носить форму уже привычно. Многие мечтают служить в правоохранительных органах, в том числе в Росгвардии. Георгий Колчин, Георгий Иванов. День в событиях.